The Aviation 144. Наше время. Очередной подарок старшего друга. Чан. 23. 2015-21-22. За несколько лет до 90-летия дальней авиации состоялся разговор между Бобровым Виталием Федоровичем, начальником по воспитательной работе дальней авиации РФ, и историком Сергеенко Анатолием Михайловичем. Виталий Федорович просил историка уточнить точную дату создания эскадрильи, начавшую летать на самолетах Сикарского Илья Муромец. Историк окунулся с головой в работу. Архивы указали, что 23 декабря 1914 года оказался этим днем. И он стал началом отчета с момента создания дальней авиации России, днем ее рождения. Но потуги историка, увы, оказались в тот момент в неудел. Только не для самого историка. Я его давно раскусил. Метод складывать в копилку, а затем разбить ее в нужный момент, его метод. И я видел этот ряд копилок. Пусть на потом, но это фундамент, заложенный на будущее. Прошло 90-летие, но он точно знал, наступит 100-летие. Лишь об одном печется историк, успеть бы. Вышло немало трудов по этому поводу. Все собраны, все исследованы. И была копилка, ждущая своего часа. Так и случилось. Закончив очередной труд, историю 23-го гвардейского Белгородского краснознаменного авиационного полка дальнего действия, историк наконец-то разбил ее. И с завидным рвением приступил к воплощению давно задуманной идеи. Материалы оказалось на три тома. Первый том историк держал в руках как раз, когда я его поздравлял с круглой датой минус 100-летием дальней авиации. Он искренне радовался очередному своему детищу, дылясь своими дальнейшими планами. В начале 2015-го должен увидеть свет второй том Леи Муромца. Он уже закончен и находится в издательстве. Работа над третьим томом в полном разгаре. О чем книга? Вот ее аннотация. В феврале 1915-го года с ровного поля в местечке Яблонно под Варшавой взлетел и пошел на боевое задание огромный четырехматерный бомбардировщик. И имя у самолета было «Богатырское», под стать его размером, «Илья Муромец». Через несколько часов экипаж корабля, выполнив задание, вернулся и благополучно приземлился на своем аэродроме. Отцом первого в мире воздушного гиганта являлся молодой российский авиаконструктор И. И. Сикарский. На базе «Муромцев» в декабре 1914 года была создана эскадра воздушных кораблей «ЭВК», единственная в то время в мире соединение тяжелых самолетов. Всю Первую мировую войну экипажи эскадры с разных мест базирования поднимались во фронтовое небо и брали курс на объекты врага в его глубоком тылу. Нанесения бомбардировочных ударов и разведка являлись основными задачами «Муромцев». Воевали летчики на этих самолетах грамотно и эффективно. Достаточно сказать о том, что совершив около 400 боевых вылетов, эскадра потеряла в воздушном бою всего один экипаж. Период революционных событий осенью 1917 года «ЭВК», находясь в Виннице, вначале попала под власть гайдамаков, а затем немцев. Ее имущество было частью разграблено, а частью сожжено. Эскадра фактически прекратила свое существование. В марте 1918 года на базе нескольких находящихся в Петрограде «Муромцев» она была воссоздана и принимала участие в гражданской войне в составе Красного военно-воздушного флота. В конце войны «Муромцы» использовались как пассажирские самолеты на первых российских воздушных линиях. Работа этих уникальных самолетов завершилась в конце 1922 года в Серпухове, куда в школу воздушного боя и бомбометания были переданы четыре последних корабля. Прослужив на благо России около десяти лет, «Муромцы» покинули небо. В декабре 2014 года исполняется 100 лет со дня создания эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». История ее создания и боевого применения как в Первой мировой войне, так и в период гражданской войны, составила исследования в трех томах. Они посвящены славному столетнему убилею эскадры. В первом томе дана ретроспектива развития мирового и российского воздухоплавания, показана роль и место в нем авиаконструкторской деятельности и И. Сикарского. На основе архивных документов, воспоминаний ветеранов эскадра воздушных кораблей и сведений с периодических изданий освещается ее участие в войне. В нынешнее и неоднозначное время подобные книги, написанные на правде, имеют дополнительные защитительные функции от целенаправленных идеологических нападок Запада и новоявленного мирового заокеанского гегемона, Соединенных Штатов. Преднамеренное искажение истории государства российского, принижение его истинной роли в исторических процессах в первую очередь направлено на уничтожение духовности будущих поколений и формирование безнравственного отношения к своей отчизне. Борьба за душу идет по всем фронтам. Искажение истории. Хотя бы взять последнее новшество Газдепа, украинские фронты с их украинскими боевыми частями в освобождении европейских народов. Или, наделавший шум оливиафан, с заказной безысходностью простого российского люда, выданной за неоспоримую действительность, что есть прямое обездушивание отечественной культуры. Но сколько западных призов? А за что? За то, что заказ Запада был выполнен и нынешняя Россия выставлена так, как и уготовлена и быть. И для этого Западом делается все. И чтобы издать правдивую книгу, хотя бы экземплярах в 100, надо выложить автору такую бешеную сумму, что когда книга дойдет до книжного прилавка, читатель сто раз подумает, покупать ее или потратить деньги на текущие нужды. Я не знаю откуда берет средства этот человек, давно уже пенсионного возраста, печатая свои правдивые труды. Он добровольно держит идеологический удар бездуховного Запада, и он истинный альтруист. Его книгу эскадра воздушных кораблей Илья Муромец. История создания и боевого применения в документах и воспоминаниях. В 3Т. Т. 1. Богатыри русского неба. Скачивайте по ссылке. И наслаждайтесь добротным историческим чтивом. 9.